В связи с тем, что сейчас происходит с Ютубом и все непонятно, ребятки, хотел бы предложить вам подписаться на Бусти, группу ВК или Телеграм. Лише дело, друзья, всех с наступившим. Я много думал о всякой херне, в том числе о том, что моя рубрика «Глубокий анализ» какая-то проклятая. Зачастую, как только сделаю на кого-нибудь обзор, то приходится артисту покидать страну или извиняться в публичном интернете, или у него удаляют какие-то клипы, или это Тейлор Свифт. Поэтому сегодня я решил сломать систему и сделать обзор на тех, кого уже отменили и заставили извиняться. Я знаю, все, что вы слышали про вечеринку Насти Ивлеевой, вы слышали против своей воли, и я в том числе. И это было бы все не очень интересно, если бы, не прикрываясь общественным негодованием, не развернулась бы настоящая полиция нравов. Но мы осуждаем полицию нравов и такое вот государственное давление, но вы сюда пришли не за нравоучениями наверняка, а чтобы покринжевать. Так что сегодня мы глубоко... Я так вообще не поняла, что это было. Я такая прочитала, что была какая-то вечеринка, что там с голыми писями и сисями были люди. Такая, угу, ну ладно. Никого там с голыми писями и сисями не было. Ну. Там самый край чел был с носком на пенисе. Вот, они были в белье. Я такая, ну, ладно. Чё такого-то? В комментариях люди просто ушаты гомна наливают. А Ивлеева так вообще, она, знаете, как вавилонская блудница верхом на вот это вот зверя. И там мы имеем шисло 66. Я такая, блин, чего? Понимаете? Да, надо было на хайпе фильмец снимать. А то у него... Проанализируем творение. Надо было вот такое снять. Тех артистов, которые были приглашены зачем-то на эту голую вечеринку. Ну и как-то даже немного жалко. Люди по беспределу просто ни за что огребли. Какой-то рэпер уже второй раз там сидит 10 суток. И даже их собственные друзьяшки-блогеры этих звезд не заступаются за них. Ссылки на ВК, Бусти, Телеграм есть в описании каждого видоса. Если что. Значит, в сетке, в маяке сетки кожных штанах про Казанову петь можно. Волшебную палочку натирать можно. А вот это вот на закрытой пате тусить в лифчике трусах нельзя. Я еще и понял. Ну, да. Все это сомнительно. Скоро дома в трусах ходить запретят. Так что придется нам, друзья, как всегда, выгребать. Ведь когда пришли за рэпером Васио, мы молчали. Потому что мы не рэперы. А когда пришли за нами, парных носков уже не было. Ладно, вы знали, что есть статья в Википедии про эту вечеринку? Что произошло это все в клубе Мутобор на Шарикоподшипниковой улице? На Шарикоподшипниковской улице. Шарикоподшипниковская. Господи, Шарикоподшипниковская. Кто додумался такое название для улицы сделать? Это специально, чтобы те, кто живут на Шарикоподшипниковской улице, никогда туда не смогли попасть? Или чтобы они были ведущими и работали ведущими? Потому что у них идеальная дикция будет. Чтобы нельзя было никогда из любого рандомного камина туда портироваться. Косой переулок. Ага. Шарикоподшипников... Блядь, сука. С головой в бетоне застрял. Да-да-да. И все. Мне нравится Анастасия Ивлеева. Главный организатор. Пу-пу-пу. Ну да, Шарикоподшипниковская. О, Шарикоподшипниковская. Я бы даже смог когда-то попасть, но по-любому один из разов меня бы убил. Они, конечно, все там личности сомнительных нравов и убеждений. Но, блядь, ну сам факт этой вечеринки, конечно, ну и чё, блядь. Ни хрена себе, я не знал, что такая улица есть. Анна, хватит морализаторства, давайте кринжевать. А это наши подписчики на Бусти, благодаря поддержке которых мы можем продолжать выпускать контент и радовать вас. Большое спасибо, что поддерживаете нас, ребята. Ссылка на Бусти в описании. Сама Анастасия Ивлеева особо в мулакальном творчестве не замечена. Кроме, конечно, хита с ее участием про 15 сантиметров. Если кто не помнит, это вот это. 15 сантиметров. 15 сантиметров. 55 на 55. 15 сантиметров. Пять лет назад интернет считал, что это прикольно. Ну, может, это и прикольно, но песня очень плохо состарилась, друзья. Кстати, вы знали, что у Ксении Собчак есть страничка на Яндекс.Музыке. Более интересно, что у нее есть 4 песни. Ну, точнее, она участвовала в 4 песнях. Вместе с Тимати, Василий Обломовым и Леонидом Парфеновым. Чупачекс, это нормальный размер, 15 сантиметров. Подойдет каждой. Вот 35 сантиметров, уже сложно с этим жить. Я, конечно, не знаю, но люди говорят, что неудобно. Возбудился и упал в ум, Марк. Какая многогранная личность, друзья. Активит ей песни Собчак. Видимо, здесь. Она спела 3 слова, и ее поставили фит. Нет, талантливая женщина, ничего не скажешь. А здесь что? Там коллаба вообще века. Это саундтрек на деревне дураков. Ремикс. Ну да. Это песня ВВП. Наверное, про Путина, какой он плохой, если это Вася Обломов поет. А Тимати, это лучший друг президента Путина, как он сам заявляет. Тимати же никогда нас не обманывал. Кто ты, Ксения Собчак? Кто ты? Кто ты на самом деле? Голикова врет вам про здравоохранение, вам безбожно врут опросы общественного мнения. Кусенко врет про реформы образования, про пользу ЕГЭ и про школьное питание. Вам врет фонд патриотического кино, они пилят бюджет и снимают говно. Говорили, что песню для нее писала и записывала, тот же самый, кто делал речь для этой Юлии Тату, когда пыталась в политику. Да, а жена этого человека делала ей макияж. Что это за таймлайн нахрен? Где мы доходимся? Ксения Анатольевна, почему вы не связали свою жизнь с музыкой? У Ольги Бузовой получилось, и у вас бы тоже получилось. Зачем вот этой всей херней заниматься, а? Дальше я читаю список, друзья, кто участвовал в этой вечеринке, и мне страшно включать эти песни. Филипп Киркоров, друзья, помните? На всякий случай, все заранее осуждаю. А то там рэперы даже были. Легенда. Честно, я у Филиппа Киркорова помню песню про зайку мою и про то, что снег растаявший, он вода. Это гениальные строчки. Остальное особо я вообще не следил за творчеством Филиппа Бедросовича, так сказать. Я вбил его имя в поиск, и он, оказывается, даже выпускает какие-то новые треки. Ну, у него был цвет настроения синий. Так он же еще проапгрейдился недавно, покололся с Эмпиком и себе синтолк колол в жопу и в руки. Не знаю, зачем... Помрет дед. Если он как выглядел, как пропаганда того, что у нас нельзя пропагандировать, так и выглядит. Например, вот официальный саундтрек фильма «Ёлки 10», из которого вырезали Филиппа Киркорова, как я понял, как пережить эту трагедию, я не знаю. То есть вот эту песню в фильме мы не услышим и не увидим, да, теперь? Или что? Или как работает эта культура отмены? Что с качеством «У» клипа? Я понимаю, что это... Даже в записи петь перестал, что ли? Я такой думаю, а почему он говорит, а не поет? Ладно, Собчак говорила. С ней это все понятно. Фильма? Ну, почему все такое мыльное? Летите, летите, белый... И со звуком что? Что с этим клипом? Это официальный канал. Мыльная картинка и звук перегруженный. Он это уже из монтажного фильма просто украл, вынес в трусах, видать. Это уныние, какой это шансон. Какой у него самый популярный клип на Ютубе? Немного жаль? 23 миллиона просмотров? Я не помню такой песни. Это да, вот это я понимаю, вот это клип. Тут качество простительно, выложено 14 лет назад. 360 тысяч русских бабушек умеют пользоваться Ютубом. А песня сама 2003 года. Вот этот мост, прям сейчас Evanescence заиграет, я чувствую. Ну все любили готические вайбы в конце. Это стиль, нуарный, шик, все такое в темных тонах. Играет инструмент и нам показывают этот инструмент, но он типа на нем никто не играет. Это клип в стиле натюрморта, я понял. А что, лучше бы играл тот гитарист-зажигалочка с новой волны, что ли? Конечно. Недавно, кстати, это повторилось на последней новой волне. Серьезно? Они специально это делают, музыканты, они просто рафуляют. Ясно. На деле неплохо. Ну, цветы мертвые там показаны, какой-то вот этот мост. И гитара просто. Все то, чем в жизни себя тешишь ты. И это самая популярная песня. Твои иллюзии, твоя печаль. Цвет, конечно, фантастика. Просто глаза исчезли. Он просто сейчас главный герой хентая. Просто ты понимаешь, что это начало нулевых. Это такое уже некоторое угасание культуры готов и зарождение культуры эмо. Разве не очевидно? Кирилл Бедросович всегда был в тренде. Нет. Гага хентая. Тренды шли за ним. А теперь Гага хентая. У них же там принято не показывать глаза. Ну, в начале мертвых появился самый культовый хентай. В принципе, ну, с этим тоже угадали. Фария? Нет. Да я понял, о чем. Немножко, да? Есть такое? Мне кажется, он бы мог заменить Филиппа Киркорова в фильме «Елки 10», а Иван Ургант отменен или не отменен? Я уже запутался в этом вашем российском шоу-бизнесе. Немножко, жаль моей любви. Блин, я вот такой сказал про Урганта, и я такой, блин, так он уезжал вроде, или что-то там передачу отменяли, и так я не знаю, вернулся Ургант или не вернулся на ТВ. Круто. Эмма Болгары. Это та стадия, где Филипп Киркоров был эмма, предчувствуя волну. Он как бы чувствовал тренд. 2003 год, ни хрена не 2007, если что. Я считаю, что клип отличный, образы отличные подобраны, он будет писать, что я смотрю видео заранее. Хороший, идеальный. Хотя, на самом деле, эти кадры можно было бы перемежать с этим, с песней Аматори «Дыши со мной». И никто бы ничего не заметил, больше подходит. Не сентябрь горит, а «Дыши со мной». Ну да, «Дыши» последний раз. Там еще один раз. С вашего позволения, больше не будем слушать Филиппа Киркорова и смотреть. Но давайте перейдем к следующему артисту. Я думаю, Филипп Киркоров выкрутится, как всегда. Его не надо сильно поддерживать. Дима Билан, гордость России. Включение из будущего. Он пропустил видео про то, что все мы заходим, мне что-то верю, и все наладилось. Ну да, видос 109 месяцев назад сделан. Стал мемом, и все наладилось. Люди такие, прощаю! Сказать победителя Евровидения, какие у него песни-то были. Я помню только ранний, там, «Ночной хулиган», «У меня есть наган» и... Не пей горячую воду, дуй на горячую воду, по береги неба. А потом... Это он про кого? Про Билану. Потом все, что я слышал про Дима Билана, что он где-то там пьяный... На берегу неба эта песня переделанная просто. А-а-а! Вариант... Мне этот больше понравился. Пьяный вышел, где-то не пьяный вышел, где-то извинялся, не извинялся. В общем, не знаю кто, а не выходил на сцену пьяный, пусть бросит меня бутылку пьяный. Там периодически всякое разное употребляет Дима Билан. Там уже не разберешься без всякого разного, что там у него происходит уже у бедняги в жизни. Периодически снимает, как он на концерты вышел либо под коньячком, либо под веществами. Жесть какая. Ива. Тоже мне трагедия. Но он на свой канал выкладывает какие-то вырезки стилей шоу. А его там оставили или нет? Ну вот какой-то свежий клип называется Острой бритвой. Клип стал продолжением музыкального... Он не мудак. И вообще на мудака не похож. В плане... Он неплохой чел, про него никто ничего плохого не может сказать, но вот такой косяк за ним водится. Я считаю, что это типа непрофессионализм, конечно. Это сериала «Вселенная ГМ». А «Вселенная ГМ» — это что? К рангметражке связана история одного магического артефакта? Наш ответ Хогвартсу или что это? Это рекламная кампания чего-то глобального? Или они реально решили снять, типа творчеством заняться? Ну, вообще есть такая фишка, как, допустим, перед тем, как выпускать альбом, выпускают несколько синглов, на них снимают клипы, которые сюжетной линией связаны. Да, Ронни Радки. Я просто снимаю всё. Всё таким образом. Он просто снимает дораму. Понимаешь, я первый раз с этим познакомилась, когда смотрела драма-версии клипов «Тиара». Это кип-поп-группа такая была. А я как раз на Ронни. Ещё до того, как всякие Ронни Радки это начали делать, понимаешь? На Ронни... Я познакомился с этим на Ронни и на «Эскинг Александри» и на «Инто зефая». У них же там пару клипов было связаны. Они даже были раньше, чем у... Не, у него вот с драк, по-моему, примерно тогда же было, когда и у них это. А может, даже раньше, чем они. Ну да. Чуть-чуть. Типа там не сильно большая разница. Но то, что было драк, там 2-3 клипа связаны... 3-4 клипа связаны. А что сейчас? Альбом целый, по сути. Хера, он Мелизмов навалил. Избивка моё почти... Не, эта песня нормальная. Какие-то вайсы бы это было. Вот этого самого фильма, господи, по Агате Кристе. Верьте в тёплом экспрессе. Чуть не сказала бесконечный поезд. Бесконечный поезд в тёмном экспрессе. Да? Ну да. Этот, короче... Микюль Пуаро нарезает демонов. Вебка, камера совпадает так с мостом. И я такой думаю, блядь, а почему там зелёный водопад? Какого хуя? Вагон отвалился, короче. Не, песня норм, и клип стильный. Но меня не покидает ощущение, что это реклама... Пацаны, мужики и парни, Берегите свой вагон, чтобы он у вас не отвалился. Без вагона жить нельзя. Какого-нибудь марафона желаний, нахрен. Так что опасно смотреть. Опасно. Ладно, я вспомнил песню, за которую Диму Билана можно отменить в современных реалиях. Моя молотка шоколада... Осуждаю. Осуждаю. Хотя я не знаю, осуждаемо это или не осуждаемо. На всякий случай осуждаю. Спасибо, что не это... Не убили там, тролливали. Да. Ты видела эту жопу? Уевная. Я понимаю... Нет. В том смысле, как она ничем не прикрыта, я охуеваю. Нормально все было. Все это было уже в клипах. За что их теперь отменять, я не понимаю. И жопы показывали, и все на свете. Единственное, что я не прощу Диму Билану, это вот эту его прическу под дракона, нахрен, под которую стригли всех. Соглы. Не под дракона, а под... Байт трэш. А обычно это... Или под реднека. Обычно на самом деле это был тот же полубокс, только челочка была и спереди, и сзади. Как у нас это интерпретировали. Ну знаешь, чтобы стричься пореже. Учился, и нельзя было прийти в парикмахерскую и какую-нибудь нормальную попросить. Нет, все ходили вот так. Как сейчас все ходят с прической из острых козырьков, так тогда все ходили с прической дракон под Диму Билана. Лолита Милявская, друзья. Я не знаю много про Лолиту, Набокова не читал, но помню песню «Когда муж пошел за пивом». Вот это была легенда. Кабаредуэт Академия. Чем сейчас занимается Лолита Милявская, не знаю. Я помню только, что была песня «Ориентация север» «Однажды ночью почему-то». Чем-чем Лолита Милявская? Для меня она запоминается тем, как она начала тейк кидать, что «Ой, нахуй, ваш Ютуб не нужен?» Когда его начали замедлять, что такая «Ой, я поебалась». «Ой, и это?» «И господи, какой там поток сознания пошел?» «Это просто пиздец!» «Про бизнес!» «Начала развиваться!» «Вот это!» «Женщина, к чему ты это говоришь?» Когда забыла прочитать методичку. Зашел в Иоанна Тепп. И там была какая-то туса для зумеров и играли какие-то перемешку, какая-то вот современная музыка и какие-то хардстайл-ремиксы на старую попсу. И вот на песню «Ориентация север» там играл этот хардстайл-ремикс. Хочу фонг, дабстеп, драман бейс, хардбас. Ремикс. Песни «Аллегрова я тучи разведу руками». Неважно, любой песни. Все зумеры просто были в экстазе, танцевали, и там пелось «Ориентация север» там «Я хочу, чтобы ты верил». Как-то так, по-моему, слова были. И я тогда стоял и мне стало очень смешно, потому что в голове я себе переделал строчки «Ориентация север» «Я хочу, чтобы ты серил». И я ухахахался тогда с этого очень сильно. И до сих пор запомнил. Такие странные мысли посещают человека, когда он посещает и анатеку. А что сейчас? Ты понимаешь, короче, когда такая красивая закадрила в клубе, а потом утром не накрашенная будешь и упоешь «Ориентация север», «Я хочу, чтобы ты серил», «Я хочу, чтобы ты плакал». Ветер в голове и в карманах пусто. За эти чувства тебе спасибо. Все твои маневры новый вид искусства. 500 тысяч подписчиков. Блин, чёрки! 500 тысяч 45-летних женщин умеют пользоваться Ютубом. Хватит. Ты видела Джокера? Я видела этот клип. Меня не прошибёшь. Я все эти клипы видела, когда я сидела во ждании врача в МРТ-шке. Ясно. У меня иммунитет. Я даже знаю песню «Царица», понимаешь, и по барам. Разноцветные Джокеры в клипе. Жёлтый и зелёный. А ещё будут? Ебать, они на меня тусят! Хакли Квин уже не так. Красный Джокер. Ага. У меня парик шатается. Ебать, там башни. Ты знаешь, что часто в этих парики были модные в 18 веке, но часто у женщин были не парики, а свои волосы. Просто они стояли колом из-за того, что были грязные и напудренные. Класс. Да, сухой шампунь изобрели ещё тогда. Класс. И вот что будет, если пользоваться только сухим шампунем. Ну и, кстати, если не слушать это, если не слушать слова, а я их не слушал, минус, в принципе, ничего так звучит. Ты думаешь, что слова-то слушают, когда ты как варать пляшешь? Конечно, нет. Ну, кстати, нормальная песня. Короче, три Джокера ворвались в фартулолиты, привязали её к столу и беспредельничают. Как всегда, они приходят к нам в гости. Я его с днём рождения не поздравила, его нахуел. Потом она их всех расстреляет? А, точно, я это видел. Тоже в МРТшке, да? Конечно. Памки сквотчеры получили по заслугам от Лолиты. А раньше Лолита была 2D в айфо, прикиньте. Я обиделась. Россия, которую мы потеряли. Мне нравится, как они взяли, убрали голову Джессики Рэббит и нафигачили туда голову Лолиты. У Джессики Рэббит никогда не было таких кадров. Ну, я к тому, что они буквально взяли её полностью образ и поменяли просто голову. Она буквально выглядит, как Бетти Буб. Ещё, к тому же. Она бы просто, просто любая пинап девчуля. Да нет, это именно вот по платью. Вот именно в том платье, вот именно в прочей. А ну и те перчи, и те, в принципе, Россия, которую мы потеряли. Ладно, не будем грустить, пойдёмте дальше по списку. Скажу честно, если бы не эта вечеринка Насте Ивлеевой, я бы никогда не узнал, что Саша Спилберг тоже стала певицей. Кто помнит Сашу Спилберг? А, то есть она была в приглашённых, но не пошла, походу. Она сейчас вроде в основном снимает контент, типа, смотрите, какая я обычная, простая русская девушка. Ну, я помню, нам заказывали видос, где она работала в Макдаке пару дней, и этот видос был нормальным, а потом то ли она, то ли её партнёрка заблокировали его просмотр. Я такой, ну ладно, окей. Хорошо, спасибо, не страйк. Короче, видосы снимаются, смотрите, какая я всё-таки обычная живу, обычной жизнью в обычной квартире, которая размером со стадион. И это только гостиная. Это что-то из раннего очень ютуба был гостиной. А, за окном Москва-Сити. Гостиная, как три наших квартиры, да? Да, да. Там было мало чего, но Саша Спилберг была. Чем она занималась, понятия не имею, там какие-то были видеоблоги для девочек. Ты же знаешь, из самой обычной гостиной самых обычных семей из сериала. Шла два года назад и называется «Глаза демона». Какой-то сюрреализм. Это крепота, это искусственный интеллект рисовал. Ну да. Мне только кажется, или опять тебя встретила. Ты не писал давно, я бы быстро ответила. Больше не мучат сны и не звонят мои бывшие... Это признак плохо написанного текста, когда для того, чтобы все положилось на музыку, клалось, надо менять ударение, и это звучит очень криво. Да, я только думаю, что-то как-то вот, что-то какой-то костяк неприятный. Не мучат сны и не звонят бывшие. Я против это, как бы, настаивание на языковых нормах, но это как будто специально сделано, не? Блин, разблокировано воспоминание. Я вот эту хуйню услышала. Такая... Что это, Саша? Что это такое? Это заигрывание с Лолита тематика, очевидно. Что за крепота? Это инди-музыка, вот это смелое высказывание. Что это такое? Это какое-то странное сочетание клауд-рэпа, попсы, и... Ну, это как-то стильно сделано, конечно, но очень непонятно. Что звонит днем и ночью мне? Маленькая лодочка, большой океан. А еще слова будут? Маленькая девочка, огромный диван. Я смотрю в глаза демона, в зеркале, типа, она сама демон, или что? В зеркале видит глаза демона, одиночество. Не знаю, но этот клип... Я смотрю в глаза демона и вижу, ты еблан. Да? В этот кадр такое было ощущение, что это... это... рождение Венеры, только она, ну, типа, ребенок. Мне снится будет в кошмарах, друзья. Но это неплохо. Давайте признаем. И давайте все-таки ознакомимся с творчеством рэпера Васио, потому что он пострадал больше всех, как по мне, потому что... Не, ну, ударять слова можно неправильно ради распевности какой-то. Но когда ты делаешь это, ну, постоянно, чтобы у тебя хоть как-то, ну, втиснулось это в мелодию и в ритм. Ну, типа, хуйня, если честно. Сначала 10 суток или 15 отсидел, то потом только вышел, его снова туда отправили. За что? За какое-то мелкое хулиганство? Непонятно. Ну, ни за что, по беспределу просто. А что это за рэпер, если честно, я впервые слышу. Давайте посмотрим. У него какие-то фит с Мрагенштерном на одну минуту, фит с пошлой Молли. Свои собственные песни у него такие коротенькие. Мне хочется посмотреть фит с пошлой Молли. Короче, это рэпер, который нихуя не делает. Одно название. Рэпер. Очень знаменитый. 11,8 тысяч зумеров слышали его треки. Откуда ты знаешь? Может, и не зумеров. Может, он настолько плох. Пока интересно. Кто-то ложится спать, у нас все только началось. Команим много панк, ноутфорк, хатпэйс. А кто из них, Васю? Ох, поднял. Без носка не узнать. В роднике готов. Ох, я. 5 минут позже. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ладно, мемы вставлять в клипы это хорошо. Хорошо. Все, кто не знал, именно так зовут на фит популярных артистов. Пишут им в телеге. Что за угос? Слабая пародия на оригинал. Честно сказать, я забыла, что за исполнители песни, но это еще было в рекламе пива какого-то. Эта песня. Карлсберг. Знаешь, это что ты вспомнила? Ты вспомнила челов, которые рачок исполняют, где в клипе их в стены хуярит. Да, 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 такой. Калифорнийский рачок. Я все время забываю, как группа называется и песня, но помню клип. Да, такой получается, как будто говна обгибал, бляска. Ни хуя не понятно. Они сняли клип кружками в телеграме. Это, по-моему, где-то у кого-то уже было. Выход из ситуации нормальный. Нормальная тусовочная песня. Ничего такого. Сюжет клипа понятен. Они... Он более мягок, чем мы. Мы просто хуя-та! Хуя-та-хуя-та. Ну, херня, мне не нравится. Звучит максимально... Максимально... Блядь, как оно? Заурядно! Неинтересно. И даже с блядным затусили по телеграмму. А так реально сейчас делают? Так-то в принципе не трудно. Можно даже из дома не выходить. Project X я поздраваю про то же самое, а вот это повторять нельзя. Тут какое-то... Ну, с претензией на творчество обложка. Четыре года назад. Давай, покажи. Я не понял, у него просмотров особо нет. 11 тысяч подписчиков. Кто он такой? Что его зовут... Настя Ивлеева зовет его на черенки, а Кирилл Бледный делает с ним фиты. Вероятно. Кстати, просмотров так-то 137 тысяч набрал. Может быть, просто он бы и набрал популярность даже с посредственной музыкой, если бы делал контент. А он выпускает раз в четыре года. Ну, ладно, раз в год что-нибудь. И нихуя никому не нужен, очевидно. Потому что о нем тупо никто не может услышать. И Моргенштерн тоже. Может, на какой-то мажор всем платит. Я не знаю. Это не мое дело, конечно, но интересно. Ну, можно сымитировать популярность и совсем не популярен. Что-то так делают. Теперь он буерак. Эту песню гораздо приятнее слушать пока что, по звуку. Что у него за двоих инстасамок и постоянно в его клипах. Музыка-то, может, и звучала бы с текстом каким-нибудь прикольным, интереснее, с вокалом более приятным. Я веду к тому, что он там лишний. Он какой-то школьник, который караот включил. Стриёк опья в небе закрутя. Хорошо. Он просто такой, знаете, вот кринжовый. Это прям я на тупо. Это вроде бы клип, но такое ощущение, что это школьная самодеятельность. Знаете, такие эти пародии, снятые на коленке. Он пытается делать такой еще лицо, как он жесткий. Да. Как Алекс Мерс. И хрена, он блер Сунгту взял как референс к клипу. Вот. Это тот самый трек, про который ты говорила, про И как раз он сюда референс взял То есть знаешь, это не Я не верю, что это совпадение Я не верю, что это совпадение То есть, что-то человек Почему был тогда такой клип Такая музыка По-моему, это не на русском. Ты одна вместе с котиком? Что? Ну, звучит охуенно. Это должно быть быть весело. Ты одна вместе с котиком? Повторять нельзя. Но клип стилевый. Ему зон похож на... А, то есть там правда была ты одна вместе... Я русского там не услышал, простите. Стоящий. Жалко всего, типа полторы минуты идет. Ладно, давайте Фит с Моргенштерном посмотрим и успокоимся. Звонит телефон, это доставщик, где ваш дом. Это не дом, это фэшн-притун. Я не ухожу, снов тут жопы хоу. Осуждаю все, что происходит. Я знаю, что пропагандирует этот молодой человек, но точно не ЛГБТ. И считаю, что сажать его на сколько-то бы ни было суток нельзя. Весь Фит в том, что там приписаны есть Моргенштерн и куча красивых девичьих поп. Они, короче, просто тусили вместе. Такие, давайте нас снимем контенту в рилсы. А контенту получилось многовать. Такие, можно я клип забацать? Ну и заодно и песню записать. Понимаешь, Кит, они перепутали, что блюрить. Я-то, в общем-то, не против, что они перепутали. Ничего криминального. Предел. Просто за наличие пениса. Так что, парни, осторожнее. С пенисом ходить сейчас опасно. Но и транс-переходы тоже запретили. Так что я не знаю. Надо как-то выкручиваться. Как-то надо... Как-то надо вот это вот. Ладно, друзья, снимать это было тяжело. Ну, быть человеком-лавушкой с ранее помененным паспортом, кстати. Что смотреть немного полегче. Как ни крути, музыка всех представленных артистов немного не в моем вкусе. Хотя Саша Спилберг приятно удивила. Я, по большей части, такую музыку вообще не слушаю. Мне она не нравится. И это тяжело для меня. Слушать и смотреть. Понимаю, у многих может возникнуть желание посадить кого-нибудь при прослушивании определенной музыки. Ну, бывает такая. Угрессия и зубы скрипят. Но, друзья, надо быть цивилизованнее. В общем, свободу голожопикам. Спасибо, что смотрели это видео. С претензией такой клепец. Там, как бы, всякие намеки, намеков. Чпонь. Мы кончим.